Дорогие друзья, мы продолжаем цикл интервью с руководителями городов и районов Абхазии, где обсуждаем главные проблемы этих территориальных единиц и планы по развитию. Сегодня мы будем говорить с первым заместителем главы администрации города Питсунда Даутом Вардания о том, чем живет Питсунда и какие вопросы решают местные власти. Первый вопрос традиционный в преддверии туристического сезона, тем более, когда это касается Питсунды. Совсем скоро, не за горами туристический сезон. Можно ли рассказать о том, как сегодня Питсунда готовится к этому периоду? Первая очередная задача и главная задача – это обеспечение безопасности гостей города, жителей в целом, чтобы отдых проходил на хорошем уровне. И это первый момент. А так, можно отметить, что наши работы по благоустройству подходят к завершению в преддверии курортного сезона. Мы кладем тротуарную плитку на двух центральных улицах. Улица Тополевая и улица Платановая, получается. Были освещены темные районы города, которые вот с советского времени освещались. Мы сделали. Потом в администрации существует рабочая группа, которая контролирует выносную торговлю, чтобы избежать каких-то хаотичных направлений в этой деятельности, стихийных рынков, так сказать. На начале мая запланирован ряд совещаний с органами города Питсунда, на которых будет прорабатываться вся работа в течение всего сезона. Будут определены даты рейдовых мероприятий. Это по обустройству пляжа, также по выносной торговле, по обеспечению санитарно-технических норм и правил, чтобы все было на более-менее соответствующем уровне. Вы рассказали в двух словах о работе по благоустройству. Эти работы уже завершены. В какой период они выполнялись? И что еще планируется? Или, может быть, какие-то есть текущие работы? Текущие работы, эти все работы, о которых я выше озвучил, они и сейчас продолжаются, подходят к завершению. Где-то они уже прямо на финальной стадии. Где-то чуть-чуть больше времени нам потребуется. Но до конца, до начала летнего сезона мы успеем. Также была проделана работа, эта организация содействия развития города Питсунда взяла на себя инициативу и провела работу по благоустройству Питсунской кольцевой, которая находится на Питсунской площади. Там тоже будет такая зона отдыха для жителей и туристов города Питсунда. Вы как-то даже репортаж готовили тоже. Поэтому, вот, что касается, из таких новшеств приобрели мы еще машину для уборки и расчистки тротуаров и дорог в городе, если так в народе ее называют, подметальная такая машина, которая заменяет рабочую силу. И вот она будет у нас работать. Это уже она на ходу уже работает? Да, да, уже на ходу работает. Нам ее в дар самшитовая роща подарила. Хорошо. Это единственная такая машина в Питсунде или еще есть парк? Какой у вас? Оценить парк управления городского хозяйства я могу как хорошее состояние. У нас 12 единиц техники. Это мини-бульдозер, маленький трактор. Это вот под Виталь на 4 мусороуборочных машин. Оституционная, каналопромывочная, вышка. Достаточно техники, чтобы справиться с поставленными задачами. Что касается общественного транспорта, как он сейчас в Питсунде работает? Меняется график, переходит на летний или планируется? Общественный транспорт, надо будет уточнить, у АТП, по-моему, так они называются. Они у нас базируются на Бзыбе, то есть автобусы под их контролем, они составляют графики, присылают нам, и мы их вывешиваем на остановке, вот, чтобы людям было комфортно передвигаться. Да, к летнему сезону определенно рейсов становится больше, но уточнить их порядок, к сожалению, я сейчас на память не могу вспомнить. Ну вот местные власти в Сухуме, они сейчас с 1 мая хотят поднять тариф в общественном транспорте. Ну, платы за проезды, это не планируется у вас что-то в этом делать? У нас такого рода разговоров еще не было, и никаких предложений со стороны организации, которая ведет эту деятельность, тоже не поступало. Может быть, они последуют примеру столицы, а может быть и нет. По этому поводу я вам пока ничего не могу сказать. Ну, все города и районы в преддверии сезона, естественно, занимаются там обрезкой, возможно, эта работа, этот этап уже завершился, и озеленением и так далее. Вот в этом плане что-то происходит, облагораживаются ваши там улицы, я не знаю, парки и так далее? Или такая... В основном это, да, правильно вы говорите, этот этап уже завершился, потому что с приходом весны зелень начинает расцветать, и трогать ее в этот период агрономы не советуют и говорят, да, что это нельзя делать. Поэтому обрезка, которая была у нас проведена, она была вся в зимний период, деревья, которые пришли уже в гибельное состояние, были ликвидированы. Какие-то деревья мы посадили новые, особое озеленение проведено в парке Славы, где у нас памятник погибшим в нашей войне. Какие-то локальные зоны озеленения были. Вот на этой Кольцевой будет проходить озеленение, за которое я уже выше сказал. Поэтому похвастаться большим объемом озеленения в городе Питсунда, к сожалению, пока я не могу. Питсунда сам по себе достаточно зеленый город. Да, если можно приобщить к вашему вопросу реликтовую рощу, то вот мы занимаемся активно уже несколько лет, стараемся сохранить наш заповедник, установили забор порядка около двух километров и продолжаем работу в этом направлении. Это с помощью актива города, местных предпринимателей нашей администрации. И создаем на территории заповедника с помощью заповедника теплицы по выращиванию этих реликтовых сосен. То есть так что хотим сделать все, чтобы сосна не только сохранилась, а еще больше ее у нас стало. Вот, если можно говорить в этом направлении, то это тоже как бы касается озеленения, мне кажется. Конечно. Вот эта работа по, скажем так, увеличению числа вот этих наших ценных пород деревьев, сосен и так далее, она сейчас продолжается? Или вот вы просто высадили, или вот еще как-то этот проект будет продолжаться? Мы говорили уже об этом. Да, мы с вами об этом говорили, и я каждый раз об этом говорю. Хочу рекламировать всю эту деятельность и это направление, потому что это огромный, кропотливый труд. Это вот, я не знаю, уже, наверное, года два мы этим занимаемся, и ни на секунду не останавливаемся. Вот замом, директором Сабиной Лобода, ей проводятся еженедельные субботники, куда привлекается и молодежь нашего города, и все небрезразличные граждане, которые как-то хотят способствовать сохранению нашей реликтовой рощи. И вот каждую неделю мы убираем этот заповедник, вывозим оттуда вот мусор, который накопился в течение долгих-долгих лет. То есть эта работа и сейчас идет, да? Да, это еженедельно. Еженедельно эта работа проводится. Ну, если говорить о безопасности туристов, то с чего мы начали? Какие мероприятия включаются вот в это направление? Что обычно делают местные власти? С кем работают в этом плане? В какой сфере вот нужно, допустим, усилить? Безопасность же разная бывает, да? Там на пляжах, в горах, там, ну и вообще просто, ну, защита от криминала, скажем так, да? Вот в каких направлениях нужно сделать больше усилий? Ну, если мы говорим о безопасности, мне хотелось бы начать с пляжей, потому что по мне так, на мой взгляд, вот сейчас, если я так буду вспоминать, прошлогодний сезон, у нас огромное, ну, было много неприятных случаев на море, когда люди в нетрезвом состоянии или в шторм идут купаться, и потом происходят нехорошие ситуации. И поэтому мы обязуем всегда людей, которые берут берег в пользование, спасательные вышки, обустроить все необходимое оборудование для обеспечения безопасности. И вот в больших санаторных курортах, объектах, на пансионатах у нас это все на хорошем уровне. Там и спасательные вышки, и специально обученные люди, которые смотрят и обеспечивают эту вот безопасность. Что касается городских пляжей, вот в Гагажском районе будут подведены 8 спасательных вышек, и запланировано совещание, на которых мы будем обсуждать эти вопросы. И в таких более нужных местах вот они будут установлены. Это что касается пляжей. Это будет непосредственно в Питсунде, вот эти вышки? Ну и Гагарский район большой, меня интересует именно ваш район, ваш город. Пока они как бы по всему району, но и на Питсунду какая-то их часть придется. Да, просто это будет, я вам могу сказать, уже постфактум еще совещание только запланировано. Говоров пока не было конкретно, где локально они будут установлены. А вообще потребность какая? Острая? Она может быть на всем протяжении пляжа это нужно? Или достаточно там одной-две вышки там со спасателями и так далее? Вообще есть, существуют какие-то нормы, как они должны быть установлены, метраж, это вот все находится в ведомстве МЧС, они как бы задают все правила, как это должно работать. Но когда речь заходит о санаторно-курортных, там пансионатов больших, с ними у нас все хорошо, они сами устанавливают. А когда речь идет о, так скажем, территории и пляжи, которые находятся в пользовании участных лиц, то, к сожалению, ситуация оставляет желать лучшего. Но хочется сказать тоже, что с каждым годом мы все больше и больше приходим к тому, что пляжи улучшаются и более-менее в какой-то степени приходим к обеспечению безопасности жителей. Что касается другого направления безопасности туристов, но с точки зрения вот того, что никто ничего нигде не украдет, не нападет, не дай бог, и так далее. Вот эти вещи как контролируются, как в преддверии сезона обычно организуете эту работу? Наверняка совместно с МВД? Да, совместно с МВД с нашим местным отделом милиции у нас очень часто проводятся мероприятия, рабочие совещания. То есть сюда командируют курсантов, которые проходят школу милиции, обучение в школе милиции на лето. Они патрулируют постоянно, улицы, где больше скопления людей. То есть везде камеры по городу у нас развешаны. То есть вообще эта ситуация, если мы ее будем сравнивать в контексте времени, несет положительный, позитивный эффект. И таких нарушений становится гораздо меньше. В общем, вы как оцениваете ситуацию? Я могу сказать, что Питсунда – это достаточно безопасный город. И таких ситуаций у нас минимум. Количество обращений в милицию, но оно крайне маленькое. Вообще небольшие цифры. За весь год. Даже не за период летнего курортного сезона, за весь год. Такой вопрос. Вы говорили о рейдах, наверное, торговые объекты или точки несанкционированной торговли. Какова ситуация обычно бывает? И какую профилактику проводят? Насколько она эффективна? Ну, в первую очередь, это беседа с людьми, которые занимаются этим видом деятельности в непоположенных местах или несоответствующим образом. В первую очередь, это беседа или на месте, или приглашаем на работу. Второй этап – это уже к ним выезжает милиция, которая составляет протокол или первое предупреждение, затем составляет протокол. То есть, всяческими путями стараемся повлиять на ситуацию, чтобы она не допускалась и не была заразительным примером для других. А вообще, насколько остра проблема? Сейчас есть что-то в этом роде? Или же это обычно появляется уже с приездом туристов, скажем так? Да, она постоянно появляется с приездом туристов, с началом сезона, но хочется отметить, что на протяжении трех-четырех лет мы занимаемся этой деятельностью, и она уже как бы сходит на нет, и люди уже приходят к пониманию и находят правильные решения. Все это входит в законные танки и в правильном русле начинает двигаться. Что еще актуально и важно сейчас для Питсунды, чем местные власти занимаются и на что тратят много, скажем так, усилий? Хочется отметить спортивную составляющую нашей молодежи. В основном это дети. У нас много секций открываются, мы стараемся способствовать открытию разных направлений спортивной деятельности. Постоянно наши дети выезжают на турниры по определенным видам спорта, достигают побед. Мы это все афишируем в наших социальных пабликах и как бы гордимся этим и хотим, чтобы успехов в этом направлении было все больше и дальше. Какие-то спорт-объекты новые появляются? Я имею в виду там площадки, может быть, какие-то залы и так далее. Ну вот на следующий год у нас будут, мы нашли договоренность, пришли к договоренности. У нас в районе пиццефабрики, это тоже город Питсун, отдельный район пиццефабрики, пиццефабрики будут возведены три корта теннисных, покрытие называется «Хард», такого в Абхазии нигде нету, вот оно будет функционировать, наши дети будут там играть в теннис. А остальные все проекты, они как бы, о них пока не хочется говорить, потому что... Ну, тогда такой вопрос, который будет касаться, скажем так, таких наших вечных проблем электричества и оплата за электричество, вот, кстати. Какова картина в этом плане? Давайте начнем от обратного. По поводу оплаты на электричество, я могу вам сказать только за сбор в квартирах, потому что все остальные данные, они приходятся на район, я недавно запрашивал у Черноморга данные по сбыту, и поэтому отдельно город Писунда они мне не предоставили, и на тот момент не имели возможности предоставить. Оплата по квартирам у нас составляет примерно 40, от 40 до 43, до 47 процентов. Вот, что касается самой энергетики и электричества в целом, запасы электроэнергии нашей подстанции, я имею ввиду, какие нагрузки бы она могла потянуть, у нас тоже удовлетворительные, то есть хватает. Наши сети не находятся в... ну, они не перегружены. Это вот... Состояние их нормальное? Да, состояние их нормальное, что касается высокой линии. Что касается низкой стороны, это перепадочные трансформаторные подстанции, то есть высокая линия приходит на вот эти вот перепадочные подстанции, где у нас установлены трансформаторы и рубильники на определенные участки. Там, конечно, ситуация оставляет желать лучшего. Это все требует ремонта. Черномор Энерго постепенно, постепенно своими силами более-менее что-то приходит, приводит в порядок. Вы сказали, около 40%, вот насколько я поняла, оплата за электричество. Это нормально? Или же все-таки, ну, если, допустим, сравнивать с предыдущими периодами, вот как вы расцениваете? Какой показатель это, на ваш взгляд? С каждым годом динамика увеличивается, то есть платежей людей. Но оценивать это как нормально или хорошо, к сожалению, я, ну, не могу, это как бы не мое направление. Вот. Что касается дорог, вы там спрашивали тоже за дорог. В городе Писунда, да, есть определенные улицы, где дороги оставляют ревать ремонта, и там будут. Сейчас просто ситуация по асфальту, она чуть-чуть такая странноватая, потому что цена на асфальт поднялась, в бюджете района были определенные заложенные деньги по одной цене, сегодня эта цена другая, поэтому, как бы все работы по асфальтированию в районе были чуть-чуть приостановлены, но они возобновятся. Центральные улицы в городе Писунда, они асфальтированные, хорошие. То есть вы ждете, когда заработают вот эти заводы, да, асфальтные? Я, честно сказать, не могу вам ответить, это в заводах проблема, я просто вот знаю, что цена поднялась и как бы к общему не можем прийти, ну, не могут прийти и начать, да, вот такая ситуация. Что касается водообеспечения, это тоже важный вопрос, существуют ли какие-то проблемы, бывают ли отключения, насколько часто, с чем связаны? Так, если говорить о Писунде, то состояние воды и вообще водопроводной магистрали у нас хорошая, у нас редко отключается вода, в отличие от других городов Абхазии и районов. Единственное отключение воды у нас происходит, когда проходят какие-то ремонтные работы на водопроводной магистрали, но это не часто, это не чаще, чем два раза в месяц, а то, может быть, и вообще не отключают, то есть с водой у нас слава богу все в порядке. А внеплановые отключения электричества, они частые? Ну, только вот когда был график, а так смотрите, какая ситуация, при включении, когда дают энергию городу, и в этот момент, так как все приборы отключены, там я имею ввиду холодильники, телевизоры, кондиционеры, ну вообще все электроприборы отключены, в момент пуска, они потребляют самое большое количество энергии, которую они вообще могут взять, сетей, и вот в этот момент бывает, что перегорают предохранители, рубильники, и из-за этого соответственно приходится выключать и проводить ремонтные работы, и уже запускать электроэнергию по-новому. Вот такие моменты происходят, да, а когда все эти стабильные, когда подача электричества у нас стабильная, когда у нас нет верных отключений, то таких ну ситуаций минимум. Большой поток туристов вы ждете в этом году, в этом сезоне, что вам говорят ваши туристические объекты, есть ли брони, и собираются ли люди приезжать уже? Да, вы знаете, мы каждый год убеждаемся в том, что наш туристический сезон становится все больше и больше, то есть туристы приезжают к нам в большем объеме, я думаю, что это связано и с ситуацией в мире, потому что к нам в основном приезжают россияне, сегодня в мире такая ситуация, что они мало куда могут ездить, и хочется отметить, что и мы становимся лучше, развиваем туристическую отрасль, особенно хочется похвалить местных предпринимателей, малый и средний бизнес, которые развиваются в этом направлении и теперь больше ставят упор на качество строительства своих гостиниц и номерного фонда, чем на количество, то есть это уже появляются и определенные процедуры в отеле и мини-гостиницах, и спа-процедуры, и сауна, и фитнес, и бассейн, то есть люди уже понимают, что надо строить качественные объекты. Спасибо большое, будем еще следить в разгар сезона, с вами поговорим, я надеюсь. Спасибо большое за интервью, всего доброго, удачи в вашей работе. И вам спасибо, до свидания. Я напомню, что это был первый заместитель главы администрации города Питсунда Дауд Вардания, который рассказал, чем живет сегодня Питсунда и какие вопросы решают местные власти. Главный четверг. Главы городов и районов